День Кубка Вызова в Нижнем Новгороде выдался очень насыщенным. Игровую программу открыли ветеранские команды. Газпром Экспорт очень агрессивно начал встречу со сборной Нижегородской области. Сходу повел 3-0 и выиграл в итоге 6-3. Но дело не в результате, а в том, что встрече молодежных сборных был дан очень хороший задел. Сегодня большое событие спортивное, да и просто в общественной жизни Нижнего Новгорода. К нам впервые в истории приезжает Кубка Вызова, матч звезд молодежных команд МХЛ. Конечно, это большая гордость, большое достижение. Знак признания и заслуг Нижнего Новгорода, Нижегородского хоккея перед отечественным, советским, российским хоккеем. И мы очень рады принимать сегодня будущие наших профессиональных команд, будущие наши сборные в нашем городе. Мы уверены, что игра пройдет очень интересно. И всех рады приветствовать. Я думаю, что скоро мы дождемся, что и матч звезд КХЛ тоже пройдет в Нижний Новгород. Ну а матч сегодня был очень напряженный. Мы играли с очень сильным соперником. Все-таки он называется «Газпром Экспорт». Буквально через полчаса по окончании матча игроки «Газпром Экспорта» и Нижегородской сборной Александр Медведев и Олег Кондрашов участвовали в пресс-конференции, посвященной, собственно, матчу с участием лучшей молодежи восточной и западной конференции МХЛ. По сути, это матч наших звезд, молодых звездочек. Это смотр будущего нашего хоккея. И, безусловно, мы постарались все сделать для того, чтобы матч и вообще все мероприятия, которые сопутствовали, мы прошли бы на хорошем уровне. Нижний Новгород – это хоккейный город. Хоккейные традиции здесь очень глубоки и очень важны. Нижегородцы любят хоккей, умеют болеть, понимают хоккей очень тонко. И самое главное, что город в последнее время накопил достаточно большой опыт проведения спортивных соревнований по высокому уровню. Кубок вызова у нас, кубок вызова непростой, потому что он кубок вызова Олимпийского года. И на самом деле мы себя как-то редко хвалим, но я думаю, если посмотреть участников кубков вызова предыдущих, которых было четыре, то мы можем насчитать не менее 30 участников этих кубков вызова, которые играют на самом высоком уровне. И в континентальной хоккейной лиге, и лидерами высшей хоккейной лиги. Но говорить о том, что такие игроки, как Бобровский, Тарасенко, Нечушкин, они будут представлять нашу команду на Олимпийских играх. Они все до одного прошли школу молодежной хоккейной лиги. От нас, от молодежной хоккейной лиги я бы хотел поблагодарить всех тех, кто нам помогал. И Валерия Павленовича, и руководство города, руководство Министерства спорта Нижегородской области, руководство хоккейного клуба «Торпеда». Мы всегда говорим, что мы проводим наши мероприятия там, где нас любят и ждут. Соответственно, любят болельщики, а ждут принимающая сторона. Клуб, край, город, местная власть. Мы поработали здесь ударно, работать было приятно. Всем большое спасибо. Вот такой праздник здесь сегодня, праздник будущего, праздник нашей молодежи, понимаете, которая собрана по принципу, что от каждого региона мы приглашали одного-двух игроков. Потому что нам очень важно, чтобы они охватывали всю нашу страну, понимаете, и не только нашу страну. Это же ведь интернациональная лига, понимаете. Здесь же многие страны здесь готовят тоже свою молодежь. Поэтому вот этот праздник, мы надеемся, что он послужит толчком к развитию хоккея, к совершенствованию хоккея, к возрождению традиций славного Нижегородского горьковского хоккея. В КРК Нагорной тем временем шла охота за автографами исполнителей ролей в знаменитом сериале «Молодежка». Не так-то просто было прорваться к заветному столу с кумирами. Кто-то, возможно, пропустил из-за этого предматчевое шоу, а оно право заслуживало внимания. А давайте покажем, как мы будем бореть на мембираде. А сегодня у нас пятый матч, пулка вызова, счет ничейный, поэтому сегодня победитель перед вперед. А объявляем пятый матч на пулку вызова в Нижегороди открытым. АПЛОДИСМЕНТЫ Но вот, наконец-то, и сама игра. Почетные гости неоднократно отмечали Кубок Вызова, турнир самоценный. И параллели с матчем звезд КХЛ, в котором упор сделан на шоу, совершенно неуместны. К тому же, матч в Нижнем Новгороде должен был непременно качнуть чашу весов в чью-либо сторону. После четырех предыдущих розыгрышей в противостоянии Запада и Востока счет был ничейный 2-2. Матч развивался упорно. Проиграв первый период 0-1, Восток, поддерживаемый трибунами, все-таки за эту команду играли хоккеисты Нижегородской «Чайки» Денис Шураков и Игорь Руденков, во втором периоде отыгрался и вышел вперед. А позволив Западу сравнять ко второму перерыву, вновь захватил лидерство на седьмой минуте третьего. Причем ассистентские очки записали на свой счет Руденков и Шураков. До победы Востоку не хватило дотерпеть 3 минуты и 13 секунд. В концовке игрокам Запада дважды удалось реализовать большинство. И еще одна шайба на последней секунде улетела в пустые ворота. 5-3 в пользу Запада. Играли хорошо, постоянно в счете вели, вроде борьбу навязывали, все делали, но в конце нас удаление сломали, 4 удаления подряд. За 3 минуты пропустили 2 гола и, я не знаю, сломали игру сами себе, можно сказать. Классное ощущение, сильный соперник, интересно играть. Вели всю игру в счете, нам хорошо повезло, забили такие голы и до конца выстояли. Все пацаны прекрасно понимают, что их не шанс, есть у них шансы, которые они могут использовать. Но они, в принципе, и Восток. Честно говоря, мне Восток очень сильно понравился. И я даже в какой-то момент был, начал сомневаться. Но это работа, это хоккей, к сожалению, это игра, во-первых, где пацаны творят, пацаны думают, стараются, выполняют, без ошибок, естественно, ничего не бывает в хоккее. А не на этих ошибках пустятся. Но все было достойно. Действительно, игра была хорошая. Первый период немножко мы тут проспали. Второй, третий период уже, конечно, другая игра была. Моменты хорошие ребят создавали, значит, действительно, для ребят это праздник. Ну, не дотерпели немножко, где-то пропустили. Это свойственно так молодежной команде, значит. Поэтому игра отличная, значит, впечатления самые хорошие, положительные, значит. Ну, победил, наверное, сильнейший. Запад вышел вперед в противостоянии с Востоком. Кубок вызова обрел своих новых хозяев. А победили болельщики. Нижегородские, Пермские, Воскресенские, Оренбургские. Все, кто был на Кубке вызова. Праздник молодежного хоккея в Нижнем Новгороде удался. Мы здесь с вами экстраклянку, очень техническую, очень национальную юбку. Ребята, вы сказали, какой у вас сейчас теперь талантливый эффект. И я думаю, что тут есть, на чьи работают, есть кому работают, есть кому играть. Я думаю, что в ближайшее время наши команды и на Западе, и на Востоке прибудут очень серьезные, хорошие выполнения. Я поздравляю вас с этим праздником. Желаю всем здоровья и успехов. А, ребята, победит и только победит. Владимир Широков, Торпеда ТВ